Господин Ефремов не помнит, что произошло, он не помнит, был ли он за рулем. Но он не пытался это выяснить. Постоянно звучали фразы, что кто-то помогал ему вспомнить, жена его говорила, я помогал ему восстановить эти события, непонятно, как помогала. Но зато она долго звонила по какому-то неизвестному телефону на мобильном аппарате Ефремова. Телефон, который был ей неизвестен, она набирала его, пыталась выяснить, чей он. Она это все в суде рассказывала. В то время как на вопрос судьи, а по всем ли телефонам вы позвонили, которые были в тот день в списке господина Ефремова, он сказал, нет, не по всем, а зачем не звонить, по всем. Собственно, опять же, господин Ефремов не отвечал на вопросы, много что не рассказал сам добровольно суду, когда говорил о том, что он не помнит, чего где-то. Только когда я его допрашивал, выяснилось, оказывается, что он двумя днями, я не помню, в общем, последний раз, когда он управлял автомобилем за тот день, он оставил автомобиль около дома. Он рассказал о том, что когда он, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения, он четливо это помнит, как он сказал, вышел из своего дома куда-то, взяв с собой ключи и документы на автомобиль. Для чего это было сделано, как это было сделано. То есть он помнит достаточно большую часть того дня, не помнит лишь некоторую. И по многим факторам, в том числе тем, которым я сказал, можно делать выводы однозначные, что он примерно знает, что произошло. Может быть, он не помнит сам момент аварии, да, возможно. Может быть, он помнит там фрагментарно, как чего, где было, да, возможно. Но он четко понимает, что это было.